Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в Yesterday. Это квест с элементами триллера. Кто-то убивает бездомных, и мы должны выяснить, кто в этом замешан. Давайте же узнаем это. Эта игра посвящается тем, кто живёт на улице, а также тем, кто пытается улучшить их положение, как это делают дети Дон Кихота во Франции. Команда Pindula Studios. Ни хрена себе начало. Сатанисты-демоны. Какое интересное расследование. Пытки, испанская эквизиция. Секретные архивы Ватикана. Какие-то подземные культы. Сатанизм. Боже. О, божечки, братка, держись. Походу, он херово держится. Та-та-та-та-та-та. Двумя годами ранее. Офис детей Дон Кихота. Ещё одного сожгли. И это шестой за последний год. А полиция? Ничего. У жертв нет документов, они никого не интересуют. Ни полицию, ни журналистов. Вот мрази. Они интересуют нас, точнее меня. Боюсь, мы ничего не можем сделать. Остаётся только ходить к ним, переписывать их имена и фамилии, предлагать какую-то помощь. Убеждать, что бывает жизни получше. В этом списке перечислены места, где они живут и где пока не был никто из наших. Поймите, мы не можем бросить эту работу как бы там ни было. Я сделаю всё, что смогу. Начну с первого пункта и... Станция Кэдвэй? Забудьте. Подожди здесь. Пойдёшь один? Ты остаёшься охранять машину. Нехорошее место. Даже не знаю, зачем оно в списке. С тех пор, как обрушился вход на станцию, никто из наших не решался туда ходить. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь ещё живёт в этом аду. Я серьёзно прошу, не лезьте туда, обещаете? Конечно, обещаем. Мы просто посмотрим. Конец близок, удачного вам дня. Опасаетесь ордена плоти? Это мы, братка, успокойся. Опа. Персонаж. Не знаете, как играть и что делать? Разберёмся. Как всё прикольно нарисовано. Чё у нас есть? Бейджик волонтёра благотворительной организации Дети Дон Кихота. Ну, это круто. Мобильник. Мобила. Нормально. Фонарик. Да ладно. Мы бы не додумались. Какой-то вагон. А это что? Под грудой обломков, заваливших лестницу, виднеется чемоданчик. Взять. С какой силой не тяни чемодан за ручку, из-под обломков его не вытащить. Как же так? Сплывающая панель управления. О, как удобненько. У тебя есть чувство, что за тобой наблюдают. Возможно, оно возникло только из-за этого глаза. Возможно, нет. Взять. Ты мог бы вытащить один из элементов мозаики, но не хочешь этого делать. Ну-ка, в вагон пошли. Ты успеваешь испугаться. В первую секунду кажется, что это человек, но нет. Перед тобой всего лишь манекен. У тех, кто здесь живёт, весьма своеобразное чувство юмора. Какая-то труба. Железная труба – это выломанный поручень. Берём. Ты никогда не отличался физической силой, поэтому берёшь трубу, чтобы в случае чего защищаться. Нормально. Пить хочется. Во рту сухо. Хоть бы банка оказалась полной. Сейчас ты готов выпить что угодно, даже пиво, хотя обычно ты терпеть его не можешь. Да ты что? Банка пуста, но ты всё равно подбираешь её. Может, позже удастся её наполнить. Пригодится. Братан, поговорим. Ты кто? Как будто он плачет. У тебя нет желания обнимать и утешать этот бедный манекен. А почему нет? Я бы смог. Я не такое могу. Какой-то кабель. Электрический кабель длиной в несколько метров. Довольно подробно. Когда ты берёшь кабель в руки, в памяти всплывает Ральф Мартинсон, твой однокурсник. Он повесился в туалете пару месяцев назад. Какая милая подробность, боже. Железная труба. А чё шуеть? Банка. Банка! Электрический кабель. Не шутя вообще? Дверка. Заперта. Как-то узнал, мы же не подошли ещё. Дверь вообще не открывается. Обломки завалили её с той стороны. Благодарствую. Ух ты. Ну-ка, обратненько. Интересно, кабель для чего? Для чемодана, что ли? Ну-ка. Ты привязываешь один конец кабеля к ручке чемодана, заводишь кабель за колонну, а затем привязываешь к ручке и второй конец. Оба конца кабеля привязаны к ручке чемоданчика, а сам кабель заведён за колонну. Ты упираешься в колонну и тянешь кабель изо всех сил. Но даже так чемодан не поддаётся. Там ещё и трещина, боже. Нас не завалят? А труба? Ты вставляешь трубу между кабелем и колонной и крутишь её до тех пор, пока натянувшийся кабель не вытянет чемодан из-под обломков. Красавчик. В процессе извлечения чемодана с кабелем ничего не случилось. Вот за это я переживал. Ты сомневаешься, что этот кабель тебе ещё когда-нибудь пригодится, поэтому оставляешь его на месте. Как же так? Такой знатный кабель. Это железная труба, с помощью которой ты вытащил чемоданчик. Пусть труба пока что полежит рядом с колонной. Какого хера? Дайте трубу мою. Ну-ка, чемодан. Ты открываешь чемоданчик и находишь несколько предметов, которые могут пригодиться. Чё у нас там? Нож для бумаги, отвертка, изолента. Какой-то странный набор. Да и ящик такой серьёзный. Телефон без трубки и со сломанными кнопками. Телефон в таком состоянии, что позвонить по нему невозможно. Отвертка его. Ты пытаешься починить клавиатуру отверткой, но все контакты безнадёжно повреждены. Хе-хе-хе. Ну мы пытались. А это что у нас такое? Игрушечный синтезатор. Надо полагать, скверного качества. Нормальный мафон. Ты берёшь синтезатор, хотя в нём нет батареек. Не страшно. Причудливая смесь обломков и игрушек. Неужели на станции живут дети? Ты берёшь куклу на батарейках. Персонажа одной дурацкой компьютерной игры. Ну что же, у всех свои странности. Дверь заблокирована обломками. Херово, братка. Обломки слишком тяжёлые. Ты их и с места не сдвинешь. Даже если ты повторишь трюк с кабелем и трубой, ты не сдвинешь их ни на миллиметр. Точно? Я уже хотел проверить. Баскетбольное кольцо. Сломанное. В таком месте? В отличие от Купера, твоего приятеля, ты никогда не интересовался спортом. Ничего. Ещё вся жизнь впереди. В щели монеты приёмника застряла монета. Ты нажимаешь на кнопку возврата, но застрявшая в щели монета и не думает выпадать. Игрушечный телефон. О. Ты берёшь из коробки игрушечный телефон. Просто классненькая. Кукла на батарейке. Какая прикольная. Игрушечный телефон. Отвёрточка на куклу. Ты снимаешь крышку на спине у куклы и достаёшь батарейки. Четыре. Ох, нормально. Нам хватит батарейок. Батарейки как раз такие, какие нужны для синтезатора. Ты вставляешь их, нажимаешь кнопку в кл и убеждаешься, что синтезатор работает. Вот это везение, охереть. Наверх. Какие злые лианы. Наверняка его повесили местные жители. Что они собрались охранять? Вот мрази. Заперто. Руками замок, конечно, не откроешь. Почему? Мы сильны. Отвёртка на банку. Нет. Нож на банку. Ты вырезаешь кусок из банки. Тобой движет непонятная убеждённость в том, что он тебе пригодится. Кусок банки. Кусок банки. Для чего? О боже. Посветить нельзя. Отвёртку на замок. Как и следовало ожидать, кончик отвёртки не влезает в замочную скважину. Как подло. Ножом. Это тебе ничего не даст. Ладненько. Синтезатор. Нельзя. Фонариком. Свети, не свети. Ничего нового. Да как же так? Алюминиевая полоска очень тонкая. И ты пропихиваешь её между дужкой и корпусом замка. Отводишь язычок замка. И наконец-то попадаешь в соседнее помещение. Нихера себе. Вот это мы крутые. Домушники. Какого хера? Братка, беги отсюда. Я тебя прошу. Лучше беги. О, знатные сиськи. Тихо, братан. Давай дружить. Я понял, не будем. А ты кто? Священная земля сквернена еретиком, Чок. Что будем с ним делать? Развлекаться. Развлекаться не надо. Я не по этой части. Братья. Братья. Тихо, суки. Тишина. Вы созваны в зал вечности. Поскольку покой в общине нашей был нарушен. О, божечки. Покажись, еретик. Кто же ты? Я какой-то задрот. Скажем правду. Меня зовут Генри Уайт. Так. Имя тоже, что и в документах. Ты думаешь, твои карманы мы обошли вниманием? Генри Уайт. Ох, ты жулье проклятое. Ну, Генри Уайт. Скажи нам и себе. Кто твой отец? Кто мать? Твой отец, президент и главный акционер корпорации Уайт. Поэтому ты не знаешь, что говорить. Если сказать правду, за твое освобождение наверняка потребуют выкуп. Кроме того, ты предпочитаешь решать проблемы, не прибегая к помощи родителей. Отвечай, или я стреляю. Тише, тише, беззубенький. Нормально все. Правда, солгатели вызов. Бросим вызов ему. Ты своих марионеток спроси. Что, Генри Уайт, пытаешься дерзить? Спасать тебя мне хочется все меньше. Что скажешь нам? Ну, нет. Впрочем, решение важное не стоит принимать столь охрометчиво. Дадим же ему шанс. Зачем ты осквернил наш храм, презренный еретик? Я пришел помочь вам. Вы же видели документы? Я из детей Дон Кихота. Мы помогаем бездомным. Даем им кровь, еду, даже новые документы. Ах, да? Что скажете на это, братья? Генри Уайт. Мне более восьмидесятков лет. И ложь твою я чую без труда. Ты и твои собратья желают одного. Отнять у нас свободу. О боже. Сгляни на нас. Ты думаешь, у нас нет крыши? Или может быть, еды? Что может предложить нам еретик? Ничто. Ничто. Че, я стреляю? Сказать Борису, пусть стреляет? А, Генри Уайт? Или ты знаешь хоть одну причину, чтобы жизнь твою несчастную продлить? Мстительный друг. У выхода меня ждет приятель. Он совершенно себя не контролирует. Если вы причините мне вред, он будет мстить. Один мальчишка отомстит нам всем? Пускай приходит. Да как же так? Угрызение совести. Меня нельзя убивать. Если я умру, вас замучает совесть. Ты ошибаешься. Наш долг избавить мир от еретической души. Я наследник одного из крупнейших состояний Америки. Когда оно перейдет ко мне, я постараюсь сделать этот мир лучше. Скажите же, что думаете, братья, об этом дерзком и пустом обете? Да ладно, мужики, осадите. Высший разум. Не слишком красиво говорить об этом, но я очень умный. На умника ты с виду не похож. Ну-ка, тихо. Докажи, играешь ли ты в шах? Да, и неплохо. Я чемпион факультета. Вот белые. Они здесь начинают и первым ходом мат дают. Но как? Я по шашкам специализируюсь. Как же так? Или так? Слон на Е8. Нет. Слон на Е7. Третий вариант. Это известная партия. Неувидаемая. 1852 год. Слон берет коня на Е7. Шах и мат. Неплохо. Но не логика и ум спасли тебя. Всего лишь память. Давай-ка еще раз. Вот белые сходили. Как будто бы не мат, но черных ждет провал. Ладья, ладья, слон, слон. Ладья, слон на Д1, слон на Ф5. Ладья на Г5. Пешка на G3. Пешка на G3. А ну-ка. Я иду пешкой G2 на G3. Это просто. Да, ты сам сказал. Все просто. Посмотрим, справишься ли ты с задачкой потруднее. Казалось бы, все слишком безнадежно, но первый белый ход и сразу шах и мат. Пешка на F6. Конь на C7. Нет. Опять на Е7, походу. Задача одна проще другой. Я иду слоном с D6 на Е7. Шах и мат. Пожалуй, хватит испытаний, Генри Уайт. Ты без сомнения умер. Но кто вселил в тебя талант? Бог или дьявол? Тихо. Добра ты хочешь, но чувствую, темна душа твоя. Теперь ступайте прочь. Мне нужно свой очистить дух, чтоб приговор мой вышел справедливым. Жизнь или смерть. Что ж, скоро ты узнаешь, что ждет тебя, мальчишка. Ты же, Борис, ход перекрой и также позаботься о том, чтоб еретик, сбежавший, не прерывал моих молитв. Он не посмеет, чёрт. Остальных покорнейше прошу. Не расходитесь. Здесь пока побудьте. Поехавшие. Борис закрыл одну из дверей, чтобы ты не мог сбежать через туннель. Если же ты попробуешь выйти, он наверняка начнет стрелять. Совсем дурной, братка, что ли? Ну так ищите дальше. Найдите моего Дэнни и позвоните мне иначе. Алло, алло, дерьмо. У тебя трубка в кармане, брат. Без провода. В натуре поехавшие все вокруг. Миленько. Борис, сумасшедший нищий с пистолетом в руках. Кажется, я понял, почему тебе звонили. И мне очень жаль. Жаль? Жаль? О чём тут жалеть? Дэнни найдут. Иначе они сами пожалеют. С днём рождения. Ну-ка. Кто такой этот Чок? Причина, по которой я до сих пор жив. Сколько тебе исполняется? Я бы сгнил здесь заживо, если бы не он. Со своей энергией, дурацкими выходками, со своей жаждой жизни. Безумие. Ты думаешь, Чок сумасшедший? Конченый псих. Похоже, он крепко получил по башке, потому что не помнит ничего о своей молодости. Он говорит, что жил в Париже, Берлине, Москве. Какая жалость. Смотри, воск со свечей накапал на тон. Иногда он кое-что вспоминает. Какие-то обрывки. Что-то про шрам на руке, про букву Y, про какую-то секту. Тогда у него совсем едет крыша, и он начинает думать, что он в прошлом. Да, забавный тип. Не говори. Суд божий. Он правда может меня убить? Чок шутить не будет. Для него это священная земля. А ты ее осквернил. Если он решит, что ты должен умереть, ты умрешь. Херово. Побег. Дай мне сбежать. Мои родители богаты, я хорошо заплачу тебе. Я получал три тысячи долларов в день. Три тысячи. Ты посмотри на меня. Думаешь, меня интересуют деньги? О боже. Это ты принес игрушки на платформу? Да, Дэнни любит игрушки. У него день рождения, знаешь? Я заберу его из школы. Мы сядем в метро на станции Гэдвэй. И, надеюсь, я не опоздаю. Сегодня задерживаться не буду. Брошу работу и пойду за ним. С днем рождения. Охренеть. Вот больной человек. Прошлая жизнь. А чем ты занимался до того, как поселился здесь? Я оценивал вещи. Мне платили большие деньги, чтобы я говорил, дорого это стоит или дешево. Покупать или продавать. Я столько работал. Слишком много. А смысл? Имя. Тебя правда зовут, Борис? У тебя нет акцента. Не хочу вспоминать имя. Ненавижу имена. Чок зовет меня Борисом. Значит, я Борис. И многих лет радости. Ох, Борька, Борька. Дурная ж ты голова. Психопат. Это Чок убивает бездомных? Ну что за бред? Чок убийца бездомных? Скорее уже я их убиваю. Или ты хочешь кусочек торта? Я могу помочь, Борис. Наша задача как раз в том, чтобы давать надежду людям вроде тебя. Ты мне не поможешь. Кстати, ты же богач. Почему ты помогаешь нищим? Мне нравится решать проблемы. Однажды Империя Уайт станет моей. И я буду оплачивать все расходы детей Дон Кихота и еще тысячи таких организаций. Но пока она не моя, я делаю то, что могу. Игрушечный телефон. Отвертка нельзя. Ножом. Ты перерезаешь кабель, чтобы отделить трубку от игрушечного телефона. Великолепно. Теперь у нас два поехавших. С двумя трубками. Вас вызывают. Тебе звонят, Борис. Да. Куда вы дели Дэнни? Где он? Нет, я не смотрел. Что случилось на станции Кедвей? Охренеть. Нет. Нет, не он. Этот мальчик не Дэнни. Это не он. Понятно? Это не он. Ищите дальше и позвоните, когда найдете его. Не кого-то, а его. Охренеть. А это что? Жетон метро. Можно его? Ты вставляешь жетон и... И? Нормально? Застрявшая монета падает в ящичек. Великолепненько. Монета. Монета. Что же с ним делать, а? Трубка. Изолентой ты приматываешь оборванный телефонный кабель к трубке. И тут же раздается гудок. Несмотря на все невзгоды, связь работает. Вот это прикольненько. Трубка на месте. Сигнал в телефоне есть. Монетка под рукой. Но кнопки разворочены так, что позвонить не удастся. Пока на этом мы тормознем. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok